Здравствуйте, зрители моего канала, меня зовут Марина, и я ваш личный бьюти-блогер. Сегодня у нас будет не видео с макияжем, не покупки, не какие-то средства. Это будет болтологическое видео, но с очень большим смыслом. Я в последнее время перешла на корейский уход, на корейскую косметику. Я вам об этом уже рассказывала, вы это уже все знаете. Но когда я стала переходить на этот уход, передо мной стало очень много вопросов. И ответы на эти вопросы не найти в книжках, их даже не найти в интернете. Потому что на одни и те же вопросы в интернете очень часто встречаются разные ответы. И ты сама выбираешь, как тебе делать, что тебе делать вначале. Например, наносить пилинг-скатку после гидрофильного масла, или смыть косметику, а только потом нанести пилинг-скатку. На каком этапе наносятся маски тканевые, несмываемые, как все это правильно делать. И все эти вопросы, которые стояли передо мной во время перехода на корейский уход, я решила сейчас озвучить и рассказать вам правильные, на мой взгляд, ответы. Эти данные подкреплены большим количеством информации, которую я изучила. Видео, которое я просмотрела, книжки, которые я прочитала о корейском уходе. Поэтому можете этому смело доверять. Буду долго болтать и приступаем. И первое, на чем я хочу сегодня остановиться, это смываемые маски. На каком этапе их правильно наносить, я вам сейчас и расскажу. Лучше всего наносить смываемую маску после того, как вы убрали остатки макияжа с лица гидрофильным маслом, потом убрали гидрофильное масло пеночкой, и не забудьте в течение 5 секунд нанести на лицо тонер, потому что лицо не должно оставаться голым, без влаги. Обязательно нанесите тонер, хорошенько вбейте его в вашу кожу пальчиками. После того, как тонер впитался, можете перейти к смываемой маске. Наносим маску, держим ее 15-20, не знаю, сколько написано в инструкции секунд, потом снова умылись и снова в течение 5 секунд, после того, как протерли лицо полотенцем, нанесли тонер. Далее все по обычному корейскому порядку. Тонер, эссенция, сыворотка, эмульсия и так далее. Еще немножечко останавливаюсь на тканевых масках. Тканевые маски по корейской системе рекомендуется использовать на седьмом этапе. То есть вы убрали с лица макияж, потом умылись снова пенкой, прошлись пилинг с каткой для того, чтобы тканевая маска могла лучше впитаться в кожу, для того, чтобы убрать роговевший слой. Далее тонер, сыворотка и лишь потом маска. Сыворотки я вам советую не давать как следует впитаться, нанести даже чуть побольше сыворотки и потом закрыть ее тканевой маской, и тогда она будет работать в 2 раза эффективнее. Но перебарщивать с тканевыми масками я вам тоже не рекомендую, потому что в них содержится огромное количество активных веществ, и вы можете перенасытить вашу кожу, поэтому 2 раза в неделю это просто самый край. Следующий вопрос, который у меня возник, касается умывания. В Корее особое внимание уделяется умыванию, и мне было очень интересно, нужно ли наносить гидрофильное масло по утрам и в тот день, когда на коже не было макияжа. И ответ – да, потому что по вечерам мы наносим на свое лицо большое количество ухода, а уход очень часто содержит силиконы, которые на лице оставаться не должны, поэтому утром вместе с жиром, который скопился на лице за ночь, мы смываем гидрофильным маслом с лица ненужные и неполезные нам силиконы. Немножечко остановлюсь на умывании, потому что уже начала эту тему. Одно из популярных корейских веяний – это умывание по системе 424. Подробное я уже снимала про это видео, вот здесь я оставлю на него ссылочку, сейчас немножечко лишь поверхностно остановлюсь. Первый этап – это использование гидрофильного масла в течение 4 минут. Вы наносите масло сухими руками на сухую кожу и массируете. Можете оставить на минуточку, на две, чтобы масло растворило жир, и обязательно снова помассируйте. Затем вы смываете гидрофильное масло и вторым этапом наносите пенку на лицо, но наносите ее не прямо на лицо, а на специальную сеточку для взбивания пены, потому что корейские пенки очень богаты активными ингредиентами и могут пересушивать сильно кожу. Поэтому мы наносим не саму пенку на лицо, а именно пену, которую она образовывает. И пена очень мягкая, очень нежная, она нежно воздействует на поры, выгоняя оттуда остатки гидрофильного масла, остатки жиров и неполезных веществ. В течение 2 минут мы массируем наше лицо пенкой, а оставшийся третий этап – это умывание. 2 минутки вы умываетесь теплой водичкой, вы смываете с лица пену, чтобы, не дай бог, ничего не осталось, и оставшиеся 2 минутки вы умываетесь прохладной, может быть, даже холодной водой для того, чтобы закрыть поры и сократить выделение кожного жира. Это на самом деле очень классный эффективный способ по улучшению состояния вашей кожи. Попробуйте хотя бы 2 недельки поумываться таким способом. Первое время тяжело 4 минуты массировать лицо, потом еще 4 минуты умываться, но вы увидите разницу и вам больше не захочется возвращаться к обычному секундному умыванию. Следующий вопрос – на каком этапе правильно наносить пилинг-скатку? Вариантов может быть большого количества. Основные, которые передо мной стояли, перед гидрофильным маслом и после умывания пенкой. Я для себя выбираю вариант нанесения после пенки. Я жду, когда лицо немножко подсохнет, и тогда наношу пилинг-скатку, оставляю ее на лице буквально на 1-2 минуточки и начинаю массировать. Массирую до тех пор, пока катышки не прекращают образовываться. И такой способ умывания мне нравится больше, потому что, когда наносишь пилинг-скатку на сухое лицо с макияжем, то получается, что ты только размазываешь грязь по своему лицу, размазываешь макияж по своему лицу, а роговешему слою тяжелее смываться, потому что его отделяет от пилинг-скатки еще один слой макияжа. Вы можете попробовать один и другой способ и выбрать для себя наиболее подходящий, но я вам все-таки рекомендую остановиться на моем варианте. И последний вопрос касается точечных средств. Когда их нужно наносить, как правильно это делать? Я советую наносить точечные средства на последнем этапе для того, чтобы не разносить их по всему лицу, потому что, как правило, точечные средства – это очень активные, даже иногда агрессивные средства, и наносить их на все лицо нет никакой надобности. А если после нанесения этого средства вы будете использовать какой-то еще уход, то хотите вы того или нет, то средство обязательно подвинется и перейдет на другие совершенно не нуждающиеся в этом участке вашей кожи. Наносите точечное средство последним этапом. Единственное, что я могу себе позволить, и то иногда, это я наношу точечное средство после всего предыдущего ухода, потом жду 15-20, иногда даже 30 минут, когда все хорошенько подсохло, и затем все это покрываю кремом с SPF. Я живу в таком климате, когда SPF не настолько необходим, поэтому это абсолютно не ежедневная моя рутина. Чаще всего я просто заканчиваю на точечном уходе, а крем использую только в очень теплые, жаркие дни. Сейчас я озвучила перед вами те вопросы, которые встали передо мной, когда я перешла на корейский уход. Если у вас еще остались вопросы, если вам что-то осталось непонятно, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, с удовольствием поизучаю информацию, может быть я уже что-то знаю, могу поделиться своим опытом, задавайте мне ваши вопросы в комментариях. Если вам интересны такие полезные видео-болталки, то обязательно ставьте этому видео пальчики вверх, я буду знать, что такого рода видео вам интересны и полезны, и буду больше снимать их для вас. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм-канал, ссылочку я оставлю вам ниже, потому что так мы сможем с вами оставаться на связи 24 часа в сутки, там я появляюсь намного чаще, чем здесь на ютубе. Ну а мне пора заканчивать, я была рада провести это время с вами, и по нашей сложившейся традиции, я оставлю в конце этого видео подборочку из своих самых лучших и полезных видео специально для вас. Я вас люблю, целую, пока-пока!